Добрый день! Меня зовут Добров Александр Анатольевич, и я технолог по поливу компании Полумиагра. Мы с вами находимся в очень красивом саду производственного кооператива имени Виталия Ильича Кремко. Сад довольно большой, с перспективой до 200 гектар. Здесь выращивают яблони различных сортов, вишню и черешню. Источником воды для капельной системы служит накопительный водоем с гидроизоляцией, который пополняется дождями, металлами, водами. Но на берегу водоема еще сделана скважина. В случае необходимости перед сезоном полива она накачивает воду в водоем. Здесь в насосной станции находится сердцекапельная система. Это три насоса, которые снабжают весь сад водой из накопительного водоема. Два насоса у нас рабочих, один резервный. Рядом с насосами шкаф управления с частотными преобразователями, которые руководят работой насосов. Для того, чтобы подать воду капельным трубкам, ее нужно очистить. Для этого предназначена песчаногравийная фильтрастанция, которая способна очистить даже самую загрязненную воду. Фильтрастанция оборудована автоматической промывкой. Не останавливая процесс полива, если загрязняются какие-то бочки, они промываются по очереди с помощью вот этого контроллера. Одна бочка промывается, остальные работают на полив. И поочередно. Система автоматическая. Для того, чтобы минимизировать попадание в систему еще каких-то частиц, после песчаногравийных фильтров установлены еще два контрольных фильтра и счетчик воды, который связан с блоком управления поливом. И далее трубы выходят за здание фильтровальной станции, опускаются под землю и сетью магистральных и распределительных трубопроводов расходятся, подавая воду капельным трубкам. Рядом с фильтрастанцией установлены бочки для смешивания удобрений, которые мы подаем для подкормки деревьев в саду. Бочки по 5000 литров большие, их три штуки. То есть на каждое удобрение своя отдельная бочка. Сейчас мы зашли на площадку для загрузки и можем видеть здесь электрическую мешалку, которая помогает размешивать в этом большом баке удобрения. Она включается снизу с пульта управления просто кнопочкой. Если я говорил о том, что насосы – это сердце системы капельного полива, то мы подошли к вам к контроллеру. Это мозг системы капельного полива. Контроллер управляет всеми основными операциями при поливе. Он руководит работой насосов. Здесь мы можем задавать номера участков, блоков, которые мы поливаем, время, которое мы поливаем, норму полива. И также он управляет процессом фертигации, то есть внесения удобрений. Самый эффективный способ повысить урожай и его качество – это подкормка растений в соответствии с их конкретными и постоянно меняющимися потребностями. То есть их необходимо обеспечить достаточным количеством воды и питательных веществ в нужное время. Инжектор или дозатор удобрений, который вы видите, позволяет впрыске растворенных химических веществ в поливную воду. Для контроля и корректировки воды дозатор оборудован датчиками кислотности и минерализации. И на дисплее мы можем видеть все показатели, которые впоследствии можем корректировать. Для того, чтобы управлять процессами полива, вам не обязательно ехать сюда на фильтрастанцию. При наличии сети интернет вы можете из любой точки в любое время руководить процессами полива с помощью специальной программы Netafim, которую вы открываете на ноутбуке, на компьютере или в смартфоне. А как же мы узнаем, когда нам нужно поливать сад? Для этого в саду установлены посты контроля влажности. Они состоят из трех датчиков влажности, которые закопаны на разной глубине 30, 60 и 90 сантиметров, а также счетчика воды, встроенная в конкретную капельную линию. Информация с датчиков влажности и со счетчика воды поступает в передающий блок и с помощью антенны поступает на базовый модуль. Информация с поста контроля влажности обрабатывается программой Netafim, которая выстраивает соответственные графики. Программа видит количество воды в конкретной капельной линии. И после того, как мы поливаем, на графиках отображается, как меняется влажность в корнеобитаемом слое. В соответствии с этими данными мы можем видеть на компьютере или на смартфоне в любой момент времени, нужно ли нам поливать или не нужно. Это крановый узел, который находится в саду. Он управляет, открывает и закрывает блоки, когда нужно поливать, и управляет им контроллером, который находится на фильтрастанции. Также он регулирует давление, поступающее в распределительный трубопровод. Узел автоматический, вручную здесь ничего не делается. А это вот сама капельная трубка, с помощью которой непосредственно под яблони подается вода. Эмиттеры расположены на расстоянии 50 сантиметров. И капельная трубка подвешивается к шпалерной проволоке на высоте приблизительно 40 сантиметров. Редактор субтитров А.Семкин